Ну а в Северной Корее, конечно, совсем другие нравы, и там вот за такие вот вещи, прогулы или, скажем так, за дрему на рабочем месте, там, конечно, могут не то что уволить, не то что посадить даже в тюрьму, что казалось бы, наверное, очень страшным, там вообще могут человека расстрелять. Но, собственно, подтверждение моих слов уже есть. Мы опираемся на источники из южнокорейских СМИ, которые сегодня сообщили, что в Кендер произошли две крупные новые казни. Под удар попал Хван Мин, он до недавнего времени возглавлял Минобор, и Ли Эн Джин, который занимался сельским хозяйством. Итак, давайте вспомним про Хван Мина, сельское хозяйство. Как говорят осведомленные люди, ну, скажем так, источники, которые передают информацию в южнокорейские СМИ, что этот человек поплатился своей должностью и жизнью заодно только за то, что он что-то сказал поперек лидеру страны. Это недавнего времени бессменный Ким Чин Ын. Что-то он сказал, что-то сделал такое, что невероятно возмутило вождя, и была даже формулировка, цитаты из газеты южнокорейской, что он пошел наперекор Ким Чин Ыну, за что в итоге вот и поплатился. Ли Эн Джин, это Министерство образования, ну, здесь вот история, которая уже, в общем-то, была сказана, что иногда чиновники могут себе позволить как-то не прийти на работу, иногда задремать на рабочем месте. Ну, вот если в Арабских Эмиратах это увольнение, в России чаще всего никаких последствий за такие поступки не происходит, то в Северной Корее за это, как вы понимаете, расстрел. Опять же, если мы опираемся на южнокорейские средства массовой информации, там делается вывод, определенность, с которым можно соглашаться, можно нет, но, в принципе, идея как-то неплоха, мне кажется. Почему все-таки закручиваются по-прежнему гайки в Северной Корее, если раньше под нож пускали какое-то военное командование, не потому что якобы лидер Ким Ченнэн боится какого-то переворота со стороны людей в форме, либо какие-то партийные функционеры, которые, конечно, там есть и серые кардиналы, мы о них уже чуть позже поговорим, что, собственно, могло привести к тому, что в стране произойдет какая-либо революция, с чего, конечно, он не хочет, потому что он-то за свою жизнь явно переживает. Не щадит чужесть, за свою переживает. Ну, катализатором для последних, возможно, чисток стали и слухи определенные, что не все так гладко в Северной Корее, ну и, конечно, ряд побегов, которые совершили некоторые дипломаты. Я напомню, что совсем недавно один северокорейский дипломат, который до недавнего времени работал в России, он бежал со своей семьей, несколько дней о нем ничего не было известно, потом все-таки кендеровцы решили его как-то разыскивать, но тщетно потом объявился в одной из западных стран, и сейчас, видимо, дает какие-то показания на своего бывшего руководителя. Но надо сказать, что не всегда эти истории подтверждаются. Очень часто слухи всевозможные, все-таки страна закрытая, по большей мере, очень таинственна, и поэтому все, что происходит, все новости, которые получают, в том числе и жнокорейцы, не без пропаганды выдаются, конечно, в местные средства массовой информации. Иногда бывают реальные газетные утки. Ну, давайте вспомним хотя бы историю с так называемой фавориткой Хим Чи Нына. Ее зовут Хён Сон Воль. Но было сообщение буквально недавно, в прошлом году, если я не ошибаюсь, что девушку задержали за то, что она распространяет порнографию, и одновременно с этим у нее вроде как была где-то в тумбочке Библия, что категорически запрещено. Вот это священное писание под запретом, под табу на территории Корейского полуострова, точнее, в северной его части. Однако через год ее увидели, в общем-то, вполне себе цветущую на одном из торжественных мероприятий. А мы знаем, что они проходят очень красочно в Северной Корее. Конечно, с таким же положительным подтекстом не повторилась история с Чан Сон Тхэком. Это дядя, вы не поверите, Ким Чи Нына, который вроде как готовил тот самый переворот, которого как огня боится Ким Чи Нына. В итоге его обвинили в коррупции. Конечно, ему приписали, а может быть, на самом деле он готовил какую-то революцию, приписали переворот. В итоге человека расстреляли. И вот история-то подтвердилась, были даже видеокадры с процесса. Однако потом поползли слухи о том, что как казнили этого человека, якобы он так сильно насырял Ким Чи Ныну, он лично отдавал приказ о его расстреле. Но вот поползли слухи, что якобы его растерзали собаки. Настолько жестоким оказался человек Ким Чи Нын, хотя когда он пришел к власти, многие взлагали на него большие надежды, что он проведет такую эдакую перестройку. Ну, может быть, даже по примеру 80-х годов, по примеру Советского Союза, все-таки человек проходил учебу в Швейцарии, долго жил за границей. Но вот все эти разговоры не оправдались. Ну, в том числе и не оправдалась история, не подтвердилась история с растерзанными собаками. Точнее, то, что этого чиновника якобы бросили на съедение волкам или собакам. Обычный расстрел. Вот так вот приходится говорить обычный, потому что действительно в Северной Корее это есть смертная казнь. И она очень часто применяется, причем не только к простым гражданам, но и, как вы видите, к людям, которые принадлежат, что называется, образно к касте неприкасаемых. Но иногда она даже их подводит. И опять же была информация, что когда все-таки Чан Судхека взяли под стражу, когда его казнили, был вроде негласный, скажем так, приказ, чтобы уничтожить всю кровную семью. Дабы, ну, чтобы вы понимаете, вот есть такое представление, дабы никто из его отпрысков не начал мстить и не повторил судьбу, даже попытку какую-либо отомстить или сделать какой-то, устроить переворот в Северной Корее. Мы можем, кстати, вспомнить и жену Чан Судхека, это Ким Гён Хи. По сути, тоже, получается, родная тетя. Кстати, реально родная тетя. Это сестра Ким Чен Ира. Моя информация, что ее попросту отравили. Все-таки здесь родственные связи сыграли свою роль, и с ней решили расправиться, по всей видимости, опять же, по сообщению международных корейских СМИ, не так сильно. А все почему? Потому что, конечно, она тоже вроде как выступала против политики своего племянника Ким Чен Ина. Ну вот, тоже поплатила за это. Одна из самых жутких историй по поводу казни, это история Хён Йен Чхоля. Этот человек в свое время возглавлял Министерство обороны. Вот мы его видим, он обведен в Красный Круг. Человек возглавлял Минобороны. Ему приписали измену, сказали, что он работает на разведку. Возможно, на американцев, возможно, на южнокорейцев. Это самые заклятые враги для режима КНДР. И была история про то, что его расстреляли из зениток прямо во время военных учений. Однако позже Центральное телеграфное агентство Кореи, это официальный печатный информационный орган Северной Кореи, опровергнул всю эту информацию. Правда, по поводу казни информация так и осталась на плаву. Человек действительно закончил свою жизнь вот так вот, вроде как отдавая всего себя службе Отечеству. Его расстреляли вроде как, опять же, из автоматов. Потом пришло уточнение. А все почему? Потому что человек уснул на рабочем месте. И здесь мы опять возвращаемся к прецедентам в Арабских Эмиратах и в России, где, как мы знаем, и слава богу, к таким мерам не прибегают.